Мы продолжаем создавать будущее вместе с вами, и, мне кажется, этот процесс у нас идет очень интересно. Вот изучили все про генетику, поняли, что не на всем можем повлиять, и, тем не менее, продолжаем влиять, потому что мы хозяева своей жизни. И сейчас очередной мастер-класс. Нас с вами ждет практическая работа, и ее для вас проведет сертифицированный бизнес-ментор, коуч-тренер Международного центра коучинга SL Academy, Татьяна Ковалева. Татьяна, пожалуйста. Добрый день всем. Очень рада быть здесь сегодня с вами. И, говоря про хозяина жизни, мне кажется, как раз тема, которую я хотела бы сегодня для вас осветить, она прямо вот к месту. Мы с вами сегодня, ближайший час, поговорим о лидерстве. О лидерстве в эпоху турбулентности, да, и как найти свой путь. Иными словами, я бы сказала так, про лидерство, да, и про построение своей собственной карьеры. Я представляю, да, SL Academy, собственно, Международный центр коучинга создала Светлана Ланда. Она ментор-экзекютив-коуч, очень высокого уровня, работает в SEO и с топ-командами. Можете, да, потом более подробно прочитать о ее профессиональном пути. Но если, скажем так, самое главное, да, можно здесь сказать о том, что у Светланы, благодаря ее огромному управленческому опыту, она пришла вот к некому такому ценностно-ориентированному подходу в коучинге, да, на который я сегодня сделаю акцент. Я за свой опыт работы более чем, да, 16-летней в Эчаре, работая с руководителем внутри организации, поняла, к счастью, к сожалению, да, что на каком-то этапе определенном, казалось бы, да, достижении успеха в карьере у руководителей начинаются какие-то сбои. И, собственно, они обращаются, да, в коучинг для того, чтобы поразмышлять, собственно, да, что делать дальше, что не так, да, вроде как всего достиг, что-то вроде как счастья в этой жизни нету, если вот так вот, да, если брать какие-то конкретные примеры. И я понимаю, что на самом деле есть вот этот вот тренд, когда, как если бы я плыву по течению, да, в то время как есть вещи, на которые мы с вами можем абсолютно осознанно влиять. И если мы говорим сегодня о вопросах, да, осознанного лидерства, да, вот я хотел бы сейчас вместе с вами эти вопросы прочитать, да, то есть на что я могу опираться, да, сегодня в условиях изменения, что на самом деле я ищу жизни, да, то есть что сделает меня действительно счастливым. Задаетесь вы этими вопросами? Вот, это на самом деле очень важно, да, спасибо за отклик, потому что если мы с вами представим достаточно известный коучинговый инструмент, возможно, вы о нем слышали, как колесо жизненного баланса, да, где у нас с вами есть разные сферы жизни, вот вопрос, оно как катится, да, ровно или неровно, да, на каких сферах, допустим, я начинаю там налетать на кочку, сфера работы, сфера семьи, сфера путешествий, сфера там фана, да, сфера друзей, сфера и так далее, и так далее, там деньги, то есть можно многие вещи, да, зашить в это колесо, но все это про что? Да, про то, что как я принимаю решение, да, какую профессию я выбираю, кто за меня это решение принимает, я сам, я выхожу на работу и только там начинаю выстраивать свою карьеру, или я об этом задумываюсь уже сейчас. Почему это важно? Потому что, ну, собственно, да, наша профессиональная деятельность, это, собственно, работа, да, это то место, где я, мое я встречается с миром, мы можем с вами по-разному относиться к нашей будущей работе. Можно просто приходить и работать с девяти до шести, да, а можно осознанно выстраивать как бы свою карьеру, то есть развиваться все-таки, да, и достигать каких-то профессиональных целей, а можно выйти и на уровень призвания. Есть такой миф, что когда я выхожу на первое свое место работы, вот там начинается построение карьеры. Вы так же думаете? Отлично, это хорошая новость. Почему? Потому что карьера, построение карьеры, да, начинается именно с процесса планирования прямо сейчас, да, и опять же, работая с разными руководителями, уже, опять же, да, достаточно успешными, начинаем вот разворачивать, а как, собственно, складывался, да, складывался твой путь, как ты выстраивал вообще, да, свое движение в своей профессиональной деятельности, и много тоже замечается всяких интересных моментов по поводу того, что вопросы те же самые, да, какие мои сильные стороны, да, а на что я могу опираться. И на самом деле, сегодня, говоря про эпоху турбулентности, когда все меняется в этом мире, как раз очень важно, да, твердо стоять на этой земле, да, как бы врасти практически корнями, да, как дерево в землю, для того, чтобы, собственно, да, тебя вот не шибло от всех изменений, которые происходят каждый божий день. Изменения-то хорошо, да, это развивает, это, безусловно, там бросает какие-то новые вызовы, но это должен быть некий баланс изменений стабильности, да, и, соответственно, когда есть четкое понимание, чего я хочу, какие мои сильные стороны, да, то есть какая моя цель, это придает, безусловно, некой стабильности. И я всегда, когда вот тоже общаемся с руководителями, со студентами, даже уже, да, со старшеклассниками, я всегда произношу таких два, четыре слова, да, моя жизнь, моя карьера, да, то есть вот это и самое главное во всей этой истории именно моя. То есть лидерство в том, что каждый из нас в идеале должен решать, да, чем я хочу заниматься в этой жизни. И вот хочу вам просто предложить, да, первый такой инструмент, модель профессионального самоопределения, он же, да, модель аутентичной карьеры. С левой стороны это как бы все про вас, да, то есть в чем, собственно, коучинговая методика, в чем заключается. Если вы слышали, да, коучинг – это такой способ задавания вопросов, с помощью которого, да, человек начинает копаться в своей голове, да, искать ответы на эти вопросы и, соответственно, осознает для себя какие-то вещи. Например, общаясь, да, в диалоге, кому-то задаешь вопрос, а теперь человек отвечает, надо же, а я об этом не подумал, да, то есть я даже не задавался раньше этим вопросом. И, соответственно, если, да, задаться себе вопросами вот по всем вот этим вот этажам, да, которые есть слева, да, то есть про рабочую среду, про вашу профессиональную цель, про тот опыт, который у вас уже есть, про способности, мотиваторы, ценности, собственные призвания, как я это называю, это точка сборки, да, то есть задав все себе эти вопросы, как если бы ты себя взял, вот и подсобрал, да, в кучку, для того, чтобы понимать, собственно, что ты, из чего ты состоишь, да, и в чем твоя ценность. Безусловно, дальше это реальность, да, то есть важно присоединить и посмотреть, а вот в этом огромном мире возможностей, да, которые есть сейчас, где максимально я могу применить, да, все, что у меня есть и реализовать себя. И тогда, соответственно, имеет, собственно, да, как результат самореализация. Что интересно, виды карьеры, да, сегодня все больше и больше карьеры не ограничиваются ростом в одной организации. Вот, поэтому здесь просто для вашего внимания несколько понятий, да, что есть внутриорганизационная карьера классическая, да, вот как раз тут самый миф, когда пришел в компанию, да, в организацию и в ней растешь. Есть межорганизационная карьера, когда, собственно, молодой человек четко понимает, что я за свою жизнь, там, например, 25 или, там, 30 к 40 годам хочу поработать в разных организациях, да, для того, чтобы, собственно, собрать тот опыт, который мне нужно, мне, да. Специализированная карьера, да, ну, то есть это тоже очень часто встречающий случай, когда люди растут горизонтально, да, всю свою жизнь, да, работают, например, в одной должности, в одной профессии, им это тоже окей, да, но это их выбор. Неспециализированная карьера, да, когда, в принципе, можно допустить такую мысль, что я через какое-то время меняю свою профессию, и мне с этим тоже окей, да, попробовал одно, попробовал другое, попробовал третье, и, соответственно, переходя там из организации в организацию, да, практикую и учусь. И на самом деле последнее время, да, именно в свете того, что появился дистанционный формат работы, удаленка, да, в частности, особенно последние два с половиной года, то, что, в принципе, интернет и новые технологии, да, нам стали давать огромное количество разных возможностей, появилась слэш-карьера, да, когда я понимаю, что, например, я здесь могу быть преподавателем в ВУЗе, здесь я могу быть консультантом, да, по каким-то вопросам, здесь я могу, например, там, фасилитировать, модерировать какие-то сессии, да, то есть вот эта вот история, где своей собственной работой, своей собственной загрузкой, своим собственным, скажем так, финансовым бюджетом и зарплатой, если можно так сказать, управляет сам человек, да, вот работая в партнерстве с разными организациями и компаниями. Соответственно, моя цель сегодня вам, да, вот за оставшееся время, прежде чем я хотела бы вам предложить практику, да, потому что о коучинге говорить бесполезно, да, это нужно на себя попробовать, да, задавая эти вопросы, собственно, пойти по карьерному навигатору, да, то есть инструмент номер один, который хочу вам сегодня предложить, это твой карьерный навигатор. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, где вы хотите быть, например, в 25-30 лет? Здорово, это очень хорошая новость. Поэтому здесь я думаю, что, получив сейчас этот инструмент, вы можете еще раз свериться, да, то есть это четкое видение четко надо нарисовать, чтобы, опять же, не плыть по течению, несмотря на то, что сейчас многие компании уже не планируют на 5 лет вперед, да, поскольку все меняется, пересматриваются цели, да, например, каждый год, все равно вот это видение, да, куда я хочу прийти, в 25, в 30, в 40, да, вот какую-то точку B важно обязательно иметь, именно для того, чтобы вот этот вот путь, он был перед глазами, и тогда в этом мире турбулентности как бы ничто не шибет с этой дороги, да, но при этом, конечно же, оставаясь гибкими, пересматривая, да, потому что, возможно, в этом плане нужно уже делать какие-то корректировки, там, через 5 или через 8 лет. И тогда я предлагаю вам поразмышлять над следующими вопросами, да, и сейчас тоже вот через какое-то время пойдем в пары поработаем. Собственно, а какой вклад, да, вы хотите внести через ту профессию, да, которую вы для себя, возможно, уже выбрали, а может еще и нет, да, но тем не менее задаться этим вопросом. То есть на что вы хотите повлиять своей жизнью, своей профессиональной деятельностью? Кем вы хотите быть, да, то есть какую роль, какие вообще в принципе вы для себя профессии рассматривали? Возвращаясь к видам карьеры, да, то есть я хочу всю жизнь проработать, да, и стать экспертом там в какой-то одной области, в какой-то одной профессии. Или я хочу развиваться вертикально, да, хочу быть руководителем, да, работать с командами, создавать какие-то продукты, услуги и так далее. И вы в принципе какие роли на сегодняшний день вы как бы можете играть в хорошем смысле этого слова, да, в плане профессионального. Как я уже говорила, помните, в слэш-карьере я и педагог, я и консультант, я и там модератор, да, то есть это тоже все роли. Это тоже все роли, для которых нужны определенные навыки и компетенции. И они могут быть в одном человеке, да, потому что иногда, когда мы зауживаем себя на одну профессию, мы не видим внутри те роли, которые есть еще внутри. Согласны со мной? Спасибо. Ценности. Какие важны 3-5 вещей, которые... Важно, чтобы вы были вместе с вами. Например, для меня важно, не только для меня в целом, да, для меня важно свобода и творчество. Приходя, например, в ту организацию, да, в которую вы приходите, да, на работу, есть ли это там, есть ли это ценность, да, соответственно, если вы это там не находите, какое ваше решение? Либо так, да, делать так, чтобы они там появились, если это соответствует, да, ценностям и целям компании. Если не соответствует, ну, как бы тоже можно и уйти. Главное, знаете, вот как бывает, не пустить опять на самотек, что мне и так с этим окей, да, этой истории как про не предавать себя. Поэтому очень важно, да, для себя тоже вот эти 3-5 ценностей четко сформулировать, не знаю, стабильность, свобода, честность, да, вот такие понятия, да, которые для вас важны в жизни. Поскольку мы на работе проводим 80%, а то и более, да, времени, очень важно, чтобы это было в согласии, да, и было синхронизировано. А если говорить про таланты, да, ваше преимущество уникальное, то, собственно, какие на сегодняшний день вы видите в себе таланты? Знаете вы об этом или не знаете, да, какие у вас есть способности, которые, возможно, еще не реализованы? И, кстати, тоже один из инструментов, потом в конце я еще вам подскажу одну книгу, но один из инструментов – это запросить обратную связь у других, да, то есть есть свое собственное понимание того, что я, в чем, собственно, моя уникальность, да, и что у меня получается лучше всего, что я люблю делать больше всего. И, возможно, есть какое-то впечатление, да, обратная связь от друзей, от знакомых, да, от каких-то авторитетных для вас людей, которые говорят, там, Вася, Петя, да, Юля, вот у тебя вот это вот очень здорово получается, не забудь, да, вот как-то это тоже применить, потому что есть вот такое, да, такое словосочетание, как упущенный талант, не реализованный талант. Поэтому один из инструментов – это, да, запросить обратную связь и как бы смычить, да, то есть вот то, как я думаю, и то, собственно, как думают обо мне другие, где точки пересечения. Раз тоже где-то себе записали, там, 5-6-7 ваших талантов, и не забывайте про них. Про поведение. Тоже очень интересная история. Когда вы будете выбирать о себе будущую работу, какой вы хотите, чтобы у вас был функционал? Что вы хотите делать каждый божий день, приходя на работу? Из чего он будет состоять, да, ваше рабочее день? Из каких задач, из каких действий? И здесь вот тоже очень интересная история, потому что реализуете ли вы свои таланты, да, каждый день? Какое для вас будет самое комфортное соотношение? 80-20, 20-80, 50 на 50. То есть 80% талантов и 20, например, задач на растяжку, то есть на развитие. Или 50 на 50. И, конечно же, есть риск, например, 20-80, потому что если вы делаете то, что вы любите, то, что у вас хорошо, получается только 20% вашего рабочего времени, да, и 80% занимаетесь чьими-то там, ну, задачами, в которых, как правило, все прокрастинируют, да, доводят до последнего и потом, соответственно, да, уже все сроки спалились и начинают быстро-быстро какие-то дела выполнять, это прямая дорожка к профессиональному выгоранию. Вот, поэтому здесь вот эти вещи тоже очень важно для себя учитывать, находить какой-то тот самый баланс, и причем абсолютно осознанно. Вы, например, можете себе сказать, я сейчас на первом месте работы решаю, что у меня 20% талантов, но 80% я расту, и это моя карьерная стратегия, да, потому что я знаю, что мне, возможно, еще многому нужно научиться. Но потом, да, я хочу, как бы, полностью пересобрать, да, свою историю с применением своих навыков и талантов, да, и больше опираться на то, что я люблю и умею, и оставить себе какой-то процент на рост. Откликается то, что сейчас говорю? Окей. Ну, и, конечно же, не нужно забывать об окружении. Где вы работаете, да, в большой, в маленькой организации, в каком городе, да, дома из офиса или, точнее, дома или из офиса, да, то есть есть как бы разные сегодня варианты работы чисто, да, вот физически, в окружении. Где работаете, с кем работаете. Те люди, которые вас окружают, да, насколько они вас вдохновляют, да, для того, чтобы вы достигли ваших целей и реализовывали себя. И, собственно, те люди, которые вас окружают, насколько вы, да, там вам с ними комфортно, и вы хотите на них влиять, да, и, собственно, приносить пользу. Вот вот эти вопросы. И еще один инструмент, да, предлагаю вашему вниманию. Один из моих клиентов, уже, опять же, реализовавшийся бизнесмен, когда мы с ним работали вот с личным советом директоров, он говорит, боже мой, если бы у меня лет 20 назад был бы мой личный совет директоров, все бы было бы по-другому. Что здесь имеется в виду? Потому что расширяйте, опять же, свое окружение теми людьми, которые могут быть вашей поддерживающей средой. Да, то есть у вас кто-то может быть в роли ментора, то есть какое-то авторитетное лицо, да, на которое бы вы хотели быть похожи, да, кто вас вдохновляет. И, соответственно, вы на него как-то ориентируетесь и говорите, да, что вот я бы хотел бы, да, вот так, как он. Может быть, некий спонсор, да, который создает вам возможности, открывая двери. Кто будет этим спонсором в вашей жизни? Человек-хаб, да, вот тема нетворкинга, естественно, она тоже сейчас приобретает огромное значение. Соответственно, кто тот человек, который, да, будет вам, скажем так, помогать с необходимыми контактами? Кто ваш близкий друг? И кто ваш эксперт, да, который помогает вам углубляться в ту профессию, да, в которую сейчас вы для себя, скажем так, нацеливаете, да, который учитесь? И кто будет в этом плане вашим наставником? Небольшая разница есть между наставником и ментором. Наставник – это тот человек, который прямо вот по профессии, по предмету, да, вас обучает, помогает, собственно, как бы а-ля по скрипту, да, предлагает действовать, чтобы вы отработали, да, тот или иной материал. Ментор – это больше человек, ну, с точки зрения личности, да, вот его путь, как он стал таким, какой он есть на данном этапе. Вот, и, собственно, у нас сейчас есть, да, уже время, 25 минут. Ребята, что я предлагаю вам сделать, да, чтобы немножко сейчас вас тоже расшевелить и попробовать на себе вот эти коучинговые инструменты. Вот все на этом слайде. Я предлагаю вам в ближайшие 10 минут, да, сейчас разобраться в пары, вот прямо со своими подушечками, да, к друг к дружку подползайте, в пары садимся, давайте, 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 в пары садимся, друг к дружке подползаем, отлично, так, пара у меня, здесь пара есть, пара есть. Если кто-то останется, ну, а пара, пара останется, один человек без пары. Так, пара, 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 ну, вот как раз, вот у вас как раз, у нас как раз есть, смотрите, пара и пара. Или вы в пары можете сесть рядышком? Давайте, ребят, время идет, время идет. Вот, коллеги, в пару, в пару просто садимся, я вижу, что четкое деление по парам есть. Смотрите, и повезет тому, ребят, ребят, смотрите, что сейчас важно. Важно позадавать друг другу эти вопросы. Мы успеем, скорее всего, это сделать в одну сторону, и сразу предупреждаю, что повезет тому, кто будет отвечать. Поэтому быстрее определяйтесь, кто готов быть клиентом коучинга, а кто готов быть тем самым коучем, который позадает вот эти вопросы. Идем снизу, задаем вопросы с первого, второго и, собственно, по шестой этаж, и у вас на это 10 минут. Поехали. Ну что, ставим точечку с запятой, да, и возвращаемся обратно. Окей. В одну сторону точно успели, да, во вторую даже в две. Отлично, отлично. Ребят, поделитесь, пожалуйста, вот такой вот инструмент с конкретными вопросами. Понятно, что идем по шаблону, четко отрабатываем его. Но, тем не менее, вот какие вопросы вас действительно заставили задуматься? Просто, да, вот руку поднимите, кто готов. Кто меня окружает, да, какое мое окружение? Ага. Какое поведение вы демонстрируете? Вот те задачи, которые будешь выполнять, а и хочешь выполнять. Какое поведение демонстрируете? Угу, какое поведение? Кто, как была ваша роль идентичность? Угу, спасибо. Что вы делаете больше, что меньше? Что больше, что меньше? Кто мы, кто взялами роль? Вот, то есть вопросы эти все равно остаются пока без ответа, правильно? Да. Можно что-то придумать. Угу, угу. А насколько вот эти вопросы, которые, да, оставались без ответа и, собственно, да, заставили вас подумать, сейчас вас как-то вперед продвинули, вот те ответы, которые вы нашли в своей голове? Нет. Пока не нашли ответа. А, то есть все еще думаем. Угу. Надо ответы, мне кажется, переспать. Абсолютно точно, абсолютно точно. Нет, на самом деле, смотрите, да, это вот инструмент, который вот сейчас вы его попробовали, как, скажем так, клиенты коучинга, да, когда вам задавали вопросы. А вот когда вы задавали эти вопросы, да, были в роли вопрошающего, а что замечали? Желание навести человека, да. Навести. Угу. А когда ты наводишь кого-то, это его решение, видение, идея? По части, наверное, влияния свое. Абсолютно точно. Поэтому коуч всегда нейтрален. Не наводим, да, а просто задаем вопрос. Спасибо большое за это наблюдение. Угу, спасибо. Отличное наблюдение. Еще какие были наблюдения? Желание задать как можно больше вопросов по этой теме, чтобы узнать именно из-за чего у человека появился такой ответ. Угу. То есть какие-то уточняющие еще вопросы, да, чтобы помочь ему, да, поглубже узнать. То есть понятно, что это только верхний уровень у вопроса, который можно дополнять, да, какими-то уточнениями. Поэтому это всегда очень интересно делать. С одной стороны, самому, да, то есть самокоучинг тоже существует, да, и можно, да, позадавать себе эти вопросы самому. Но чем, собственно, да, вот коучинг хороший, мы назовем здесь такой профессиональный сленг, когда можно я об тебя подумаю, да, то есть позадавай мне вопрос. Вот я не знаю, как решить эту задачу, вот я сейчас думаю и думаю, да, позадавай мне вопросы, да, потому что сам не могу, да, либо себе их задать, либо, собственно, найти на них ответы. То есть всегда просто я приглашаю вас не только индивидуально себе эти вопросы задавать, но все-таки тренироваться, потому что, когда человек есть рядом, можно задать тот вопрос, который бы даже в голову вам не пришел. Для чего все это нужно, ребят? То есть, история с карьерным навигатором, вот, собственно, я сейчас кратко вам его представила, помогает вам, как я говорила, сделать эту точку сборки, понять про себя, где хочу работать, что делаю каждый день, какие мои уникальные таланты, что для меня важно, в каких ролях хочу быть и ради чего все это. И самое важное, когда вы себе этот черновой пока, возможно, еще путь наметили, для кого-то он более-менее уже проявлен, а для кого пока только наметки, важно, собственно, четко поставить цель. Очень здорово, что у кого-то из вас уже есть видение, где я буду в 25 или где я буду в 30. У кого пока еще этого ответа нет, было бы здорово наметить для себя эту точку Б. И самое главное, написать этот план для того, чтобы идти по нему и, конечно же, где нужно его корректировать. И сегодня, когда мы говорим как бы уже про осознанное лидерство, потому что как сейчас выглядит, как бы я думаю про себя, про свою карьеру, значит, я, наверное, карьерист. Нет, здесь мы говорим немножко про другой смысл. Почему? Потому что, если мы говорим про осознанное лидерство и вот про желание на уровне признания и миссии влиять на свое окружение, на то, что вас окружает, это абсолютно, как бы уже абсолютно очевидная вещь, потому что, да, мы с вами находимся в системе, да, и находимся все в взаимосоединенности, то есть ситуации взаимного влияния. Очень важно, да, вот это чувство всеобщей ответственности, когда, собственно, да, вы, вот, было желание, да, чуть-чуть там где-то подсказать, да, вопрос, опять же, его это будет решение или там моя подсказка, да, и одновременно с этим самому, да, четко понимать, что я хочу, собственно, да, своей профессиональной ролью, как повлиять на мир, на систему и так далее. Самосознавание, да, это вот эти вот вопросы, которые вы задаете себе сами, да, там, каждый божий день, либо просите, да, чтобы вам помогли и позадавали вопросы, и вы, соответственно, для себя ответили на тем, задачи, да, на те вопросы, те, возможно, какие-то препятствия, которые у вас сейчас есть, да, и чтобы, соответственно, двигаться дальше. Ну, и, конечно же, важно создавать в осознанном лидерстве вот эти значимые отношения, и это возможно только тогда, когда ваша, слышали, да, наверное, чаша полна. То есть, когда есть свое четкое понимание про себя, в первую очередь, чем мы сейчас с вами занимались, да, вот всю эту первую часть, понимание про себя, чего я хочу, да, достичь, это дает определенную уверенность в себе, веру в себя, и только после этого, да, можно говорить о какой-то там помощи другим, да, потому что, если моя чаша не полна, как я могу помочь другим? Кстати, когда я к вам летела сюда, я в очередной раз по-другому посмотрела на инструктаж по безопасности с масками, помните, какие действия пошаговые, что там нужно сделать с маской? А почему? Как ты поможешь другому человеку, если ты сам задыхаешься, да, ребят, как можно помочь кому-то другому, если вы, да, сами не уверены в себе, нет веры в себя, нет четкого понимания, куда двигаетесь вы. Вот это, да, основная мысль, которую я хотела до вас донести сегодня, да, потому что, безусловно, осознанное лидерство, это движение от я к мы, но нужно четкое понимание, да, вот про я сначала в первую очередь, о чем мы с вами сегодня, по сути, и практиковались. Книжки для чтения, возможно, вы с ними уже сталкивались или нет, просто как вам некая рекомендация, да, спиральная динамика, которая очень хорошо поможет понять, да, на ценностном уровне, где, возможно, да, находитесь вы, ваше окружение, да, система, в которой, да, в целом вы сейчас находитесь. Книжка «Добейся максимума», Гэллоповское издание, там 32 таланта, которые вы можете, да, тоже прочитать их описание, какие-то на себя примерить и для себя сказать, да, что вот эти пять четко мои, вот они мне откликаются. И, конечно же, нельзя, не могу не привести, в пример, книжку о аутентичности, да, то есть это вот история, опять же, про себя, как важно быть, следовать именно какому-то своему пути, который вы для себя определяете, своему плану, своему треку, своим целям, да, свои точки «Б», и, собственно, да, можете тоже там почерпнуть какие-то интересные для себя вещи. Ну и подарок тоже от Светланы, книжка «Все и сразу», да, про женщин-руководителей, которые, да, добились определенного успеха, да, и та мудрость, которая в этих книжках уже есть для того, чтобы вас тоже поддержать на этом пути. Вот, собственно, да, то, что я хотела вам сегодня рассказать про лидерство, да, и про то, как построить свою аутентичную карьеру, да, построить свой путь. Круто. Очень круто. Аплодисменты. Спасибо. Практика всегда хорошо. Вопросы? Есть еще у кого в зале? Нет? Ну и вопросы мы не просили задавать сейчас онлайн, потому что все здесь на мастер-классе, так что… А, ну давайте, если можно. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно? Да. Я могу так. Подскажите, пожалуйста, как сейчас найти качественного коуча? То есть их, ну, понимаете, да, открываешь Инстаграм, и их все коучи, мы всех научим жить и так далее. Какие критерии? То есть, может быть, да, какие-то главные триггеры? Да, смотрите, действительно, сейчас вы абсолютно правы, да, там бизнес, тренер, коуч, василитатор, все через запятую. На самом деле, вот я в самом начале, когда представляла себя Светлану, Светлана, коуч уровня MCC, сейчас объясню, что это такое, да, я коуч уровня PCC, то есть есть Международная Федерация Коучинга, где мы проходили сертификацию, да, то есть для того, чтобы, собственно, сдать экзамены, да, наработать количество часов, да, часы полета, да, часы налета, для того, чтобы, собственно, да, получить эту достаточно очень важную аккредитацию, поэтому обращайте внимание, да, является ли этот коуч членом ICF, да, является, есть ли какая-то сертификация у коуча, сколько часов практики у него, да, то есть вот эти вещи, я приглашаю на это обращать внимание, потому что раньше, ну, как бы, да, есть опыт работы, есть рекомендации, но сейчас, вот буквально недавно у нас была конференция, да, и по опросу все больше и больше компаний начали смотреть на сертификацию, поэтому вас тоже приглашаю смотреть на сертификацию. А это одна только система сертификации? Ну, это как бы общепринято Международной Федерацией коучинга, да, там есть три уровня, есть ассоциированный, профессиональный и мастер. Круто. Ну что, поблагодарим еще раз нашего прекрасного спикера. Спасибо. Вопрос? Да, если можно еще, тогда микрофончик. Расскажите, с чего вы начинали карьерную деятельность? Карьерную деятельность, да, мой собственный кейс, он любопытный, да, 95-й год поступил я в Московский государственный лингвистический университет, потому что папа мне сказал, что иностранные языки тебе всегда пригодятся. Да, на пятом курсе я все-таки уже писала диплом про профессиональное самоопределение, да, что как бы тоже очень любопытно. Отработала я последние, собственно, да, вот 16 лет в сфере HR. То есть это связано с психологией, да, с обучением, развитием. Но на самом деле, вот говоря о призвании, только в 35 лет я поняла, что вот история с карьерой, с профессиональным самоопределением, это то, что меня действительно драйвит. Вот, поэтому, видите, то, что меня как бы немножко оттянуло, да, с лингвистической темы в профессиональное самоопределение сейчас, да, по сути, является моим основным видом деятельности, и я бесконечно рада, что я этим занимаюсь. Это если про себя. Спасибо, очень интересно. Кстати, вот этот пример лишний раз показывает, что нет, мне кажется, того возраста, когда можно сказать, ну все, как это мне уже, типа 25, а я еще не понимаю, что я хочу делать в жизни. Я лично знаю много примеров, когда люди только после 35 действительно понимали, ничего не хотят и спокойно совершенно к этому шли, не боясь бросать все то, что у них есть, потому что то, что у них было, им не нравилось, на самом деле, так сильно, как то, к чему они стремились. Абсолютно точно. Спасибо. У меня есть вопрос в продолжении этой темы. В Европе есть такая практика после школы, после университета попутешествовать, поопределяться подольше. И, в принципе, многие молодые люди на Западе начинают свою профессиональную деятельность уже там в районе 30. Как вы к этому относитесь? И мы просто очень много сегодня и вчера говорили о том, что у нас там еще нужно пойти работать уже в университете, на первом курсе. Ты там, не знаю, учишься на филолога, пошел работать в Макдональдс, как мы сегодня уже обсуждали. Но международная практика немножко другая. Как вы считаете, какой больше опыт перспективнее? На самом деле, смотрите, есть международная практика или западная практика, есть наша внутрироссийская действительность. И то, о чем мы с вами сегодня говорили, это говорит про то, что каждый должен для себя решить сам, как он это хочет для себя построить. Потому что для кого-то уже есть четкое понимание, и пусть даже, как мы сегодня говорили, черновой, и он пошел набирать опыт, кому-то, возможно, нужно немножко больше времени. Но мне вот немножко не ложится вот эта история, что нужно там еще подождать, но можно ждать очень долго. Потому что мы, уже будучи взрослыми людьми, обучаемся через действия. Пока мы не начнем что-то делать, мы не будем понимать, насколько вот то, что я делаю сейчас, мне нравится или не нравится, мое это или не мое. Поэтому на самом деле, я сейчас не призываю, чем раньше, тем лучше, но уже что-то, как бы щупать, назову это так, щупать руками, начинать для себя, вот опять же, анализировать, задавать себе вопросы, мое, не мое. Я бы предлагала это делать, как можно раньше, о чем мы с вами сегодня говорили. Начинать выстраивать свой карьерный путь уже вот с университетских точек, точно годов, а то мы сейчас, конечно, сейчас очень большую популярность, набирает как раз карьерное консультирование уже старшеклассников, потому что сейчас много возможностей, ты лучше как бы ориентируешься, как бы это странно ни звучало, если взять мое поколение, ничего не было понятно, что есть вокруг, и ты как-то шел про какой-то проторенной дорожки. Поэтому я приглашаю осознанно смотреть по сторонам уже сейчас и примерять на себя. Тут еще важно, что мы не можем до конца примерять на себя этот европейский западный опыт, потому что у них обычно есть такая возможность, они могут себе позволить, в 20 не работать, потому что у родителей все хорошо и так далее. У нас, как очень круто сказал Сергей Галицкий, только сейчас выросло первое поколение богатых людей. Они вообще, в принципе, появились. И по-прежнему достаточно мало их, безусловно, и мало тех, кто может сказать детям, ребята, делайте что хотите, путешествуйте, смотрите мир, а дальше вы уже начнете определяться. Сейчас мы должны, к сожалению, почему все раны у нас идут, потому что мы сами должны свой успех обеспечивать, а не наши родители или не наше общее положение. Вот. Спасибо. Все. Спасибо. Круто. Вообще, удивительно, аплодисменты, дай вам тоже поаплодирую. Спасибо. Вот сейчас уже часов семь мы примерно находимся в состоянии постоянного впитывания информации и по-прежнему очень интересно. Ну, я рада. Спасибо нашим спикерам большое за это. Пауза, как обычно, на 10 минут. Дальше, ребят, будет, ох, танцовка мощная. Спасибо, Татьяна. Спасибо большое. Спасибо. Что?